Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают ПЕСНЯ Будто время вернулось вспять Но победа дала нам силы Возродиться и процветать Нет в России родных и близких В чью судьбу не вошла бы война Одинокие обелиски Подускневшие ордена Никогда мы забыть не вправе Чем обязаны павшим дни Над Днепровской той переправе И под Брестом всегда живым Разольется вода весною По бескрайним родным лугам Вся страна крещена войною В каждом сердце российском храм Это было, конечно, было Будто время вернулось вспять Но победа дала нам силы Возродиться и процветать Это было, конечно, было Будто время вернулось вспять Но победа дала нам силы Возродиться и процветать Браво, браво Браво, браво Спасибо, спасибо Уважаемый Валерий Михайлович Расскажите, пожалуйста Как вы стали музыкантом? На каком первом инструменте вы начали играть? И хотелось бы узнать Как, когда и почему Вы решили стать все-таки дирижером? Спасибо Ну, как я уже сказал Отец был военным дирижером Вообще детство моё началось в Средней Азии Отец по окончании воинститута военных дирижеров Был направлен в Среднюю Азию Потому что он этот регион знал Он вообще-то из Ташкентской школы музыкантских воспитанников Во время войны 10 лучших мальчиков отобрали Из этой школы, из Ташкента И направили в Москву Для формирования первой школы военно-музыкантских воспитанников В 51-м году отец закончил институт военных дирижеров Здесь же он познакомился с своей будущей женой, с моей мамой Потому что она работала в этом институте В секретном делопроизводстве Но с троевой части Здесь они женились У меня старшая сестра, которая родилась здесь Я уже родился в городе Термес Это на границе с Афганистаном Военные люди знают эту точку На берегу Сырдарьи Этот период я не помню Потому что был совсем маленьким Отец, как и любой военный, ездил по гарнизонам Второй гарнизон Это был гарнизон города Кирки Уже Туркмения То есть родился я в Узбекистане Мой брат 4 года спустя родился уже в Туркменистане, в Кирках Родился в Туркменистане И мы переехали уже в город Джамбул, это Казахстан Третья республика среднеазиатская И вот там уже, собственно, началась моя сознательная жизнь В 4 года я начал заниматься фортепиано Это ответ уже на ваш вопрос Это обязательный инструмент, в общем-то, для любого музыканта, мне кажется И тот, кто даже совмещает профессию духовика Струнника Дирижера Этот инструмент необходим для того, чтобы Ну, собственно Не только для ознакомления с мировой музыкальной литературой Но он позволяет глубже вникнуть в профессию Особенно военного дирижера Особенно просто дирижера И военного, естественно Там я пошел в школу в Джамбуле Там я начал уже в 5 лет Ну, громко говорить Это выступать Но, тем не менее, у меня есть фотографии, где С бабочкой я играл Это я уже четко помню Марш Черномора из оперы Руслана Людмилы Вы его знаете Четыре руки с мальчиком Отец тяжело заболел И мы вынуждены были переехать Он уволился из армии Переехали в Москву уже к родителям мамы То есть к бабушке, к моей В 11 лет я поступил в московскую военно-музыкальную школу Семилетка Это Суворовская Сейчас называется Московское музыкальное училище Вот славные представители славного училища находятся здесь Поступил я в 1963 году в эту школу Надо сказать, что поступать туда было очень тяжело Потому что был потрясающий конкурс Ну, хотите, верьте, что называется Хотите, нет 50 человек на место было Ну, принимали 30 мальчиков ежегодно Со всего Советского Союза Я сдавал экзамен Арифметику Я не был силен, но хотя, в общем-то, был уверен в себе Во всех предметах Сдал арифметику Выскочил первым из класса На крыльях Уверенности Получилось таким образом, что я получил двойку Сделал я ее неправильно И по существу я должен был быть отчислен Потому что пересдача запрещена была Ну, вот, благодаря все-таки профессии моего отца Его знали, конечно, как военного дирижера А к тому же, в общем-то, музыкальные предметы я сдал Все на отличные Очень хорошо пел Очень правильным, тоненьким, интонационным голосом Очень хорошо слышал По сальфержио пятерка Я хорошо играл на рояле уже в то время Но все-таки 11 лет, конечно, с 4 лет я занимался Короче, меня приняли в Московскую музыкальную школу Когда я поступил в это заведение Закрытого типа Было очень тягостно и тоскливо Потому что по существу оторвали от родителей От домашнего уюта В общем-то, разместили, естественно, в казарме Это жесткий совершенно распорядок дня Это форма одежды без нарушений Хождение строевым шагом Участие в ритуалах, в артикулах армейских И так далее, и тому подобное Было тяжело, конечно Но было тяжело первый год-два И не только мне, но и моим сокурсникам Которые буквально, я честно хочу сказать Что где-то вот за церквушкой А там на территории нашей Серебряной Борус Располагалось две церкви В храме, тогда еще не действующем Размещалась наша столовая И вот я помню, Саша с Магаем Из этой столовой заходили и поплакивали так Это петь, да Ну, тяжело было на самом деле Хотелось домой Вы знаете, я вот как пример хочу привести ребятам Сидящим здесь, у нас не было Я даже слово дедовщины не хочу говорить Шутки были, безусловно Были старшие воспитанники, были младшие воспитанники Шутили над нами, достаточно серьезно иногда Ну, могу привести пример, может быть, это не педагогично У нас школа, у нас вообще все здания В школе были расположены огромной территорией Серебряного Бора на берегу Москва-Рики Троица-Лыкова Все были отдельно Общеобразительная школа представляла собой Что-то дореволюционное здание Такого деревянного типа На первом этаже классы На втором этаже классы И раздевалка, такое полуподкова Раздевалка с вешалками Вот я помню, над нами шутили А мы носили ремни Военные с бляхами Знаете, маленькие Такие вот старшие воспитанники приходили Впервые нас открыли А мы в жмурки играли Играли в жмурки На ощупь Друг друга ловили Мальчишки, пацаны Вот они заходили Ребята большие Ну, если в 11 лет поступали Через 7 лет Это уже 17-18 лет, ребятки Они нас брали легко Так И за задний ремень туда навешал Так, как грозе Развешивали И уходили Начинался урок Первый звонок Мы после жмурок не знаем, что делать Вот Приходил завуч майор Гурушков Я помню На ОГУ Рил Владимирский был Человек Нас снимал Допытывался Кто Мы никогда, конечно, не говорили Но это на самом деле так было Но это шутка Ничего в этом Не было ущербного Для здоровья и прочее В этой школе были потрясающие Совершенно преподавательский состав Был потрясающий И Конечно, мы брали с них пример Пример вежливости Культуры Обхождения Они были очень строгими Что, может быть, и способствовало тому Потому что я до сих пор строг к себе Надо сказать И к другим Потому что Требовательность к себе Прежде всего Дисциплина Дисциплина Времени Дисциплина Внутреннего Содержания Только тогда Можно прийти К определенному успеху В своей жизни Ну и, конечно, цель К чему стремиться Ничто не достигается Легким путем Если цель достигнута Легким путем Значит, будьте осторожны Что-то здесь не так Это Мне так кажется Дальше Военно-дирижерский факультет Примосковской государственной консерватории Имени Петра Ильича Чайковского Сам я по профессии По профессии колорнетист Поступил на военно-дирижерский факультет Здесь тоже был казус Я почему-то был Очень маленького роста Ну Сейчас у меня рост метр семьдесят шесть А заканчивал метр пятьдесят шесть Можете себе представить Да, двадцать сантиметров ранее Это большая разница Когда я поступал на военно-дирижерский факультет Мандатная комиссия Там по нескольку человек Уже сдавших экзамены Выстраивали Не по ранжиру Это еще не строй Многие еще гражданки были Потому что поступали Не только, скажем Из нашей школы музыкальной Поступали Сверсочные служащие Поступали С гражданки И вот Я помню этот эпизод Начальник факультета Будущий К которому мы поступали Гаг Сунбанич Мурутян Полковник Композитор Армянин Когда мы выстроились Он говорит Зачем такой дирижер нужен Ему нужна будет Большая подставка Все время Вот А начальник курса Будущий Сергей Михайлович Петросян Он сейчас Днепропетровский Он говорит Гаг Сунбанич Мы его за уши вытянем Потому что он Ну Музыкант Все-таки Давайте Пойдем на встречу Экзамены я хорошо сдал Уже двойку у меня не было Арифметики Слава Богу Вот Короче меня приняли Приняли С таким маленьким ростом Профессиональная ущербность Такая небольшая Дирижер должен быть Правильного роста Среднеарифметического И вот Здесь в зале сидит Амгарат Алексеевич Федотов Мой преподаватель Уже на ландюрском факультете Преподаватель кларнета Это академик Народный артист России Человек очень известный Бывший директор филармонии Московской Я к нему поступил Как приводитель по кларнету Проходит первый курс Мы уезжаем в отпуск Из отпуска я приехал Встречаясь с ним в коридоре С Амгарат Алексеевичем Говорю, здравствуйте, Амгарат Алексеевич Он говорит, здравствуйте И пошел дальше Потом повернулся Говорит, Халилов, это ты? Я говорю, я вырос Я каким-то образом Очень странным Не знаю, с медицинской точки зрения Что это значит Но это был такой взрыв был Роста Я вырос сразу где-то на 12-14 сантиметров А потом дорастал уже До современного роста Амгар Алексеевич меня не узнал Поступил учиться На факультет Это тоже уникальное Совершенно учебное Изведение Единственное в мире Где готовятся Военные дирижеры Для военных оркестров Вооруженных сил Российской Федерации Готовится специалист В области военной музыки Для других стран Стран СНГ Уникальность стоит Не только потому что Он единственный А потому что Профессия военного дирижера Конечно, она уникальна Она редкостная У нас в армии Порядка 200 оркестров Это много или мало Я не знаю Но действительно Там, где они нужны Они там У нас в армии Везде есть Действительно Военный оркестр Духовой Его заменить Нечем И неким Военному оркестру Подвластны любые жанры И жанр марша Жанр вальса Жанр овертюры Жанр симфонии Если это симфония В переложении Для духового оркестра Жанр оперы Если хотите Любой жанр Подвластен Духовому военному оркестру Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению Многие наши Замечательные любители Даже военной И духовой музыки Или просто музыки Не знают Возможности оркестра Потому что Оркестр не звучит Сейчас так часто Как это было Скажем После войны Когда оркестр Тем более еще раньше Когда оркестр Просто заменял филармонию А до революции Просто слова известные Стасова Которые гласили так Что военные оркестры Проводники Не одной только Военной музыки Но и всяческой музыки Массы народные Это было правда Потому что Через Военные оркестры Можно было узнать О каких-то Новациях В области Музыки Оперы И так далее И тому подобное Музыки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы уже отметили 300 лет Военной музыки России Эта дата Идет От 19 февраля 1711 года Когда Петром Первым Был подписан указ О введении В кавалерийских И пехотных полках Штатов военных оркестрах Возглавляемых Иностранцем И 8 русских музыкантов То есть 9 человек Было первоначально В этом году Исполнилось 300 лет И вот мне вспоминается Вспоминается Работа моего отца Я вам же говорил Что он был военным дирижером Именно в том возрасте Когда я это помню Это в Казахстане Оркестр Может быть даже В мае месяце Оркестр выступал В парке Города Джамбула Тогда еще Вы помните Майские жуки летали Сейчас я их давно Не видел уже Майских жуков В мае месяце Тогда еще летали Вот это вот Фонари Вечер Майские жуки И музыка Военного Духового оркестра Причем тогда Под Духовый военный оркестр Танцевали Сейчас конечно Это немножечко Может архаично Может выглядеть Но ретрограды Такой элемент Усмешки Может быть даже возникает А тогда Это была сама жизнь Это была среда Обетования наших людей Вот в общении Через посещение Парков Садов Кроме того Коньки Я помню Сам катался В парке Горького На коньках Все дорожки Были залиты Играла музыка В том числе И военная музыка Даже зимой Это было замечательно Это было Немало настроения Как-то все Было очень романтично И лирично И когда мама приходила Она очень любила Фокстрот Цветущий май И знаете И вот Мама приходила на танцы Когда отец видел Что мама пришла Он начинал дирижировать Вот эту музыку Замечательную Я знал Что пришла мама А я сидел в это время За большим барабаном Я был маленький такой Сидел за большим барабаном То есть у меня четко В память врезался Большой барабан Вот этот цветущий май Расцепление оркестр И танцы Под оркестр Уважаемый Товарищ генерал-лейтенант Скажите нам пожалуйста Как вы познакомились Со своей супругой Сетовала ли она На сложности Вашей Военной жизни Или она Настоящая Жена генерала Спасибо Очень хороший вопрос Очень приятный для меня Потому что она Находится в зале Она как всегда Очень скромно сидит Далеко От первого ряда Я познакомился Совершенно случайно На отдыхе На юге Наши две мамы Сначала познакомились Это город Гагра Мамы познакомились Моя мама Российский инженер Строительный институт Родители Ну скажем Тесь мой Будущий Он был категорически против Замужества Потому что он Мне говорил Я еще будучи курсантом Когда я Познакомился Я был курсантом После третьего курса Он говорил Мне При моей будущей жене Нет Пока не закончится институт Никаких Конечно мы поженились В 1974 году Наталья Перешла на заводченное Отделение И мы уехали В село Я всем говорю Я начинал с села Какого? Я говорю с царского Это город Пушкин Станция Детское село Прежнее название Царское село Я никогда не был В Питере Тогда еще и Ленинград Взяли мы два чемодана Я выпустился Звание лейтенант Как и все наши дирижеры Два чемодана Приехали в Питер Впервые Переночевали у знакомых Сказали Что вот есть такая станция Детское село Витебский вокзал Электричка Вперед Жена уже была в положении Это был август месяц 1975 года Начал я службу Пушкинское училище Пушкинское высшее командование Училище радиоэлектроники Противовоздушной обороны Страны Приехали мы в это училище Генерал-майор Потом стал генерал-лейтенантом Горомадин Василий Иванович Человек известный В войсках ПВО Представился Говорит Говорит Товарищ генерал Вот жена в положении А как С жильем Ну так Квартира Он говорит Ну Жилье будет Через годик Два получишь Тогда кстати вопрос Квартирный Как-то быстро решался Ну год Это было Знаете Так Настораживало А пока поживите В общежитии Август месяц Отпуск Вот Пришли мы В комнатуху В общежитие Условия Надо сказать У моей жены Были хорошие В Киеве условия Она не избалованная Но Тем не менее Условия были хорошие А здесь Вообще никогда не знал Что такое военные люди Все По ее роду Это строители Инженеры Там в третьем колене И в четвертом А здесь вдруг Курсант Здесь уже лейтенант Вот приехала Вот Питер Вот уже в положении Что делать дальше Ну Было сначала Огорчительно Потому что В город Не видели Ничего не видели Приехали Закрытая территория На этом месте Квартировался Третий Стрелковый Лейбгвардии И его Величество Полк Причем Император Николай В этот полк Ходил Пешком Из Александровского Дворца В серское Собрание Этого полка Насколько мне Известно По истории И я говорю Наташа Ну давай пойдем Погуляем Это был раньше Бульвар Киквидзе Сейчас он Кадетским бульваром Называется Вернули прежнее название И мы с ним Потихонечку Бульвар Киквидзе Как раз Упирался В решетку Екатериинского сада За которым За который Собственно Очарование Возникла Возникла Эти Чесменная колонна Турецкая баня Камеронова галерея Синего Голубого цвета Екатеринский дворец Конечно Как говорится Грудь всколыхнулась От этой Невиданной красоты И поэтому Конечно Попав В лоно Такой Архитектурной Чудесности Такого чуда Архитектурного Конечно Любой человек Мне кажется Он бы воспылал Интересы И к истории И к окружающей среде Что собственно Я и сделал Я начал просто изучать Историю Этого города И Обошел Ну буквально Все Я сейчас знаю Те места Которые даже Местные жители До сих пор не знают Мы ходили Безусловно Мариинку Там я познакомился Совершенно уникальным Музыкантом Борис Иванович Манисиевым Дирижер Духового оркестра Мариинского театра Банда называется Совершенно уникальный Человек Его вся музыкальная Общественность Питера знала Он был сугубо Гражданским Профессор Но он во мне Как-то увидел Немножечко такой Такой импульс Композиторский И начал меня Патрунивать Развивать Как бы Эту ситуацию Вот Ты там можешь Но не хочешь Ты почему так Вот Время идет То есть короче Я начал писать музыку Которая была Отражением моей судьбы Отражением моего места Пребывания Отражением моей службы А там еще и замечательный Город Павловск Короче Граничит Граничит с Пушкиным Через железную дорогу Ну все наверное знают Что первая железная дорога Была Это Санкт-Петербург Царское село Глинка написал попутную песню Которая посвящена Этой теме Царское село А следующая станция Она так и называется Сейчас павильон Это был Павловск Раньше Павловское Село Павловское Основанное в 1777 году Павлов Мой оркестр По традиции Я приехал уже Как бы Эстафету перенял Обеспечил Наприятие в Павловске Ну Вы знаете Павловск Это конечно Тоже уникальное Совершенное место Иоганн Штраус Имел там ангажемент И я хочу напомнить Что вот эта станция О которой я сказал Павильон Это вокзал Проще говоря А вокзал Слово английское Вок Зал То есть Вокальный зал И тогда предназначение Вот этих станций Было не для Ожидания поезда Как такового А для выступления Артистов Которые могли Бы Усладить Так сказать Слух Тех кто ждет Поезд Там потрясающий Совершенный Павловский дворец Музей Я это веду Опять же К своей Композиторской стезе Директором Павловского дворца Музея Тогда была Анна Ивановна Зеленова Ее все знают В Павловске Почему ее знают Потому что Павловский дворец Был практически До основания Разрушен 70 тысяч деревьев Было вокруг Вырублено Элитных деревьев Осталось Очень мало Парковой Такой зоны Регулярного парка Анна Ивановна Зеленова По окончании войны Приехала к Ворошилову Он отвечал За восстановление Культурных ценностей Климента Ефремовича И добилась Того Что Павловский дворец Начал восстановиться В первую очередь Война началась Внезапно В сентябре Немцы появились Уже В парках Екатеринского Дворца В Павловске В сентябре И надо было Очень быстро Все эвакуировать В основном Все мелкие ценности Были эвакуированы В Казанский собор Но все Что было громоздким Скульптурные Какие-то произведения Статуи Все было Невозможно Невозможно было Транспорта Чтобы перевезти В Казанский собор И вот По плану Анны Ивановны Зеленовой По ее плану Все Вот эти вот Ценности Были Сохранены В подвалах Павловского дворца Замурованы Таким образом Что никто не знал Об этом И Даже население Не знал Потому что От населения Пытались Где Знали Что что-то осталось А где Никто Не знал И вот Благодаря Анне Ивановне Зеленовой Все это было восстановлено И конечно Анна Ивановна Сильно повлияла На меня Она говорит Знаешь Есть такое Ахматовое стихотворение Все мне видится Павловск Холмистый Ты его почитай И попробуй Написать музыку Я написал Этот романс Этот романс Был исполнен Впервые На 200-летие Павловского дворца Музея Собственно К 200-летию Она и попросила Написать Я хотел бы Чтобы сейчас Этот романс Исполнила Солистка Нашего Центрального Министерства Обороны Заслуженная Артистка России Лилия Ерохина Вячеслав Я вас прошу Все мне видится Павловск Калмистый Круглый луг Неживая вода Самый тонкий И самый тенистый Ведь его Не забыть никогда Как ворота Чугунные Редишь Тронет Дело Блаженная Дрожь Не живешь А львуешь И бредишь И совсем По-иному Живешь Или совсем По-иному Живешь Поздней осенью Свежей Иголки Бродит Ветер Безлюдию Рад В белом Ине Черные Ёлки На подтаявшем Снеге Стоят Исполнены Жгучем Умрия Милый Голос Как песня Звучит И на Медном Плече Велик И фарена Красногрудная Птичка Сидит Красногрудная Птичка Сидит Сидит Все Мне видится Палом Скалмистый Круглый луг Неживая Вода Самый Самый Топкий Самый Тенистый Ведь его Не забыть Никогда Как Ворота Чугунные Видишь Ранит Тело Блаженная Дрожь Не Живешь А Летаешь Не Бредишь Или Совсем По Иному Живешь Или Совсем По Иному Живешь Или Блажь А Я АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать, что аккомпанировала этому романцу струнная группа Симфонического оркестра Министерства обороны. Спасибо Валерий Михайлович, под вашим руководством есть несколько коллективов И в том числе это симфонический оркестр Ну, духовая, военная музыка и духовой оркестр это понятно А вот зачем симфонический оркестр? Спасибо Но я начну с того, что это изобретение Симфонический оркестр Министерства обороны не сегодняшнего дня Римский Корсаков, великий русский композитор Когда совершенствовал структуру военных оркестров военно-морского флота Он был военным моряком Ему поручили усовершенствовать военную музыку на флоте Тогда это называлось хоры Он был инспектором военно-морских хоров, военных оркестров Он создал два симфонических оркестра на флоте Потому что через симфонический оркестр можно услышать самые лучшие Самые выдающиеся образцы симфонической музыки То есть музыкальной культуры А где, как не, скажем, при исполнении симфоническим оркестром Министерства обороны Военнослужащий или гражданский персонал вооруженных сил Может услышать живую симфоническую музыку Валерий Михайлович, расскажите, пожалуйста, о вашей встрече с великим русским композитором Георгием Свиридовым Пушкинское училище радиоэлектроники, о котором я рассказывал Во время войны называлось училище ВНОС Воздушного наблюдения, оповещения, связи Георгий Васильевич Свиридов был принят в это училище курсантом, как имеющим образование Я не говорю музыкальное, как имеющим высшее образование Это училище во время войны было эвакуировано в город Бийск, Сибирь Но по состоянию здоровья он не мог исполнять функцию курсанта в войсках ПВО По состоянию здоровья И поэтому, когда стал вопрос, куда же тебя девать, курсант А что за образование? А, ну, консерватория, это нормально Давай в оркестр И вот он пришел в оркестр, Юрий Васильевич Свиридов То есть мне посчастливилось руководить тем оркестром в годы войны, которым служил великий, действительно, русский композитор Юрий Васильевич Свиридов И когда я уже приехал сюда капитаном в Москву, был переведен на приводческую должность Накануне, перед отъездом сюда в Москву, проводился юбилей 40-летия этого училища И была выпущена книга, пару страниц, в которые были отведены, в том числе и творчеству Свиридова Я осмелился связаться с Георгием Васильевичем Свиридовым Он жил на Большой Грузинской улице, недалеко от Белорусского вокзала созвонился Мне дали телефон по знакомству, трубку подняла жена Эльза Густована Она говорит, у вас, молодой человек, 15 минут, от 17 до 17.15 Я говорю, так точно, спасибо большое На Белорусском вокзале купил цветочки, я еще тогда курил, волновался Дошел до этого дома номер 45, поднялся на второй, по-моему, этаж, третий Ждал в 17 часов, ровно в 17 часов, жал кнопку, долго там все это звучало Открывается дверь, я в форме, с букетом Открыла Эльза Густована, я и сразу букет в форме На заднем плане фигурировал Георгий Васильевич Свиридов, конечно, всем известен, его портрет Вот, очень им понравилось то, что я пришел в форме, так-так, доверительная ситуация была такая И с цветами, не Георгий Васильевич Свиридов, великому русскому, а супруге Провел у меня в свой кабинет, у него стол такого зеленого бархата, ну, представляете, старинного такой Даже немножечко молью изъеденный, видимо, это уже менять ничего не надо Вот он меня посадил за стол Я говорю, Георгий Васильевич, вот мне выпала великая честь вам вручить книгу о 40-летии училища, в котором вы были курсантом А затем вас перелив в оркестр этого училища, да? Ну, давай посмотрим И так получилось, что он открывает именно на той странице, где вот, ну, так вот получилось И он начал вспоминать эти фамилии, даже не обращая на меня О, с этим я и картошку чистил, а этот, этот мне не очень О, с этим мы там музыкой занимались И время проходит очень быстро Эльза Густавна уже начинает злиться, потому что есть режим у него определенный Он меня спросил, говорит, вот о тебе написано, смотри-ка Потому что речь-то идет о оркестре Ты вот смотри, там была «12 розах» написала, что композитор? Я говорю, Георгий Васильевич, ну, я пытаюсь, молодец, пытайся, пытайся Я говорю, Васильевич, а вот вы военный марш, вы же все-таки служили во время войны, тем более Почему вы военный марш не написали? Ну, я, говорит, написал военный марш из метели Я говорю, ну, да, ну, это, так сказать, как бы сюжетные линии марша немножечко военные, но, в общем, гражданские Он говорит, да, да, конечно, конечно, он говорит, для того, чтобы марш написать, нужно много прослужить Тогда, говорит, поймешь, что такое военный марш Это он прав был Потом он сказал, Эля, принеси фотографии Ильза Густавна принесла свою пачку фотографий Он долго выбирал, выбрал фотографию Написал на обратной стороне Эта фотография лежит сейчас в музее училища Пушкинскому высшему училищу радиоэлектроники От одного из бывших курсантов Что очень важно Потом подарил мне пульские песни И написалось Валерию Халилову на добрую память У меня сейчас этот титульный листок сфотографирован в кабинете Вот А Георгий Васильевич Савельевич Сейчас будет исполнена еще одна песня На стихи Сан-Савельского Лепестки Жасмина На окне Исполнит солистку нашего центрального военного оркестра Министерства обороны Замечательная Наталья Александровна Манулик Лауреат международных конкурсов Пожалуйста, Наталья Парту фортепиано Исполнит талантливый пианист Женя Сергеев Лепестки Жасмина На окне Солнечные блики На стене Кажется счастливым Все подряд Если рядом твой любимый взгляд Кажется счастливым Все подряд Если рядом твой любимый взгляд Если я по жизни весела В этом нет ни умы зла Ни зла Я нелегкомысленно поверю Хоть сама весне пою теперь Я нелегкомысленно поверю Хоть сама весне пою теперь Как река весною глубоко Так и мои чувства навека Ты свои сомнения Отбрось Быть с тобой нам вместе А не врозь Ты свои сомнения Отбрось Быть с тобой нам вместе А не врозь Лепестки Жасмина На окне Солнечные блики Солнечные блики На стене Кажется счастливым Все подряд Даже твой немножко Грустный взгляд Кажется счастливым Все подряд Все подряд Даже твой немножко Грустный взгляд Лепестки Жасмина Леон Михайлович, скажите, пожалуйста, как вы сами пришли к тому, чтобы начать создавать музыку? Кто учил вас этому? Моя музыка, к сожалению, не знаю, или к счастью, и к сожалению, и к счастью, к счастью, я человек сугубо военный, поэтому мой жанр, прежде всего, это жанр военной музыки, а военная музыка заключена, знаете, как капля, так сказать, это военный марш Я уже говорил, что военный марш написать совсем непросто, и, к сожалению, в настоящее время военные марши практически никто не пишет. Я пишу военные марши КОНЕЦ КОНЕЦ Вот в последнее время, когда меня спрашивают, что такое военная музыка и духовая музыка вообще, я всем говорю, что это экологически чистый жанр. Когда играет духовой оркестр, возникает, мне кажется, у меня, в первую очередь, когда я слушаю его, не когда я дирижил, а когда я со стороны слушаю, у меня возникает ощущение связи вот с тем временем, потому что звуки духового оркестра, они как бы не подлежат модернизации и что-то такое. Потому что духовой оркестр от слова дух, дыхание, и вот когда оркестр играет, тот же марш, предположим, вальс, у меня такое ощущение, что я, вот закрыв глаза, сразу окунаюсь в нечто, что позволяет мне отвлечься, ощутить какую-то другую энергетику. На самом деле так, люди, которые слушают духовой оркестр, они потом об этом и говорят. Вы знаете, вот послушал духовую музыку и как-то так приятно стало на душе, радостно. Вот в этом и заключается, наверное, экология нашего оркестра, потому что, ну еще раз говорю, к сожалению, не так часто можно его сейчас в наше время услышать. Сейчас вы услышите еще одну мою песню, посвященную армейской теме, причем теме такой трагичной, это теме погибшей шестой роты нашей десантной. Исполнить эту песню в составе группы музыкантов Центрального оркестра наша замечательная солистка Елена Пирогова-Филипова, актриса театра и кино, Леночка, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ 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 А придорожный клем всех помянул погибших их поименно, окликал Всевышний. Он плакал под огнём рябиновых знамён, А придорожный клён всех помянул погибших. А придорожный клён всех помянул погибших. Субтитры создавал DimaTorzok После дождичка в небесах просторных, В глубей водах зелени и медь. В городском саду плейты до Волторны, Капельмейстеру хочется взлететь. Ах, как вспомнятся прежние оркестры, Не военные, а из мирных лет. Расплескалась во улочках окрестных, Та мелодия о поющих нет. Плины требуют, безусловно, знания, навыки, умения. Я бы хотел начать как музыкант. Конечно, с музыкального номера называется Песня «До сих пор под Москвой окопы». Находящийся здесь мой коллега, Друг Александр Александрович Савицкий, Бывший полковник, член Союза писателей, Заслуженный работник культуры. Мы с ним вместе учились На военно-директорском факультете При консерватории. И вот у меня несколько песен На слова, на стихи Сан Савицкого. А исполнить эту песню Наш солист нашего центрального Военного оркестра Министерства обороны, Я думаю, что очень перспективный Музыкант, вокалист Женя Воробьев. За районом автор. До сих пор под Москвой окопы, Словно раны великой весны. Да в лесах партизанские тропы Сквозь бурья все еще видны. Это было, конечно, было, Будто время вернулось вспять, Но победа дала нам силы Возродиться и процветать. Нет в России родных и близких, В чью судьбу не вошла бы война, Одинокие обелиски, Потускневшие ордена. Никогда мы забыть не вправе, Чем обязаны павшим им На Днепровской той переправе И под Брестом всегда живы. Только зальется вода весною По бескрайним родным угам, Вся страна крещена войною, В каждом сердце российском храм. Это было, конечно, было, Будто время вернулось вспять, Но победа дала нам силы Возродиться и процветать. Это было, конечно, было, Будто время вернулось вспять, Но победа дала нам силы Возродиться и процветать. Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! oc КОНЕЦ Здравствуйте, дорогие друзья. Я представитель военной музыки, главный дирижер и выходец, собственно, тоже семи военных. Папа мой был военным, у меня брат был военным до недавнего времени, у меня племянник военный сейчас, и все мы военные дирижеры. Это не просто красивая военная музыка, она требует самоотдачи, она требует высочайшей дисциплины. Спасибо. Уважаемый Валерий Михайлович, расскажите, пожалуйста, как вы стали музыкантом, на каком первом инструменте вы начали играть? И хотелось бы узнать, как, когда и почему вы решили стать все-таки дирижером. Ну, как я уже сказал, отец был военным дирижером, вообще детство мое началось в Средней Азии, отец по окончании воинститута военных дирижеров был направлен в Среднюю Азию, потому что он этот регион знал. Он, вообще-то, из Ташкентской школы муз воспитанников во время войны 10 лучших мальчиков отобрали из этой школы, из Ташкента, и направили в Москву для формирования первой школы военно-музыкантских воспитанников. В 51-м году отец закончил институт военных дирижеров. Здесь же он познакомился с своей будущей женой, с моей мамой, потому что она работала в этом институте в секретном делопроизводстве. Ну, с твоего части. Здесь они женились. У меня старшая сестра, которая родилась здесь. Я уже родился в городе Термес, это на границе с Афганистаном. Военные люди знают эту точку. На берегу Сырдарьи. Этот период я не помню, потому что был совсем маленьким. Отец, как и любой военный, ездил по гарнизонам. Второй гарнизон, это был гарнизон города Кирки, уже Туркмения. То есть родился я в Узбекистане. Мой брат 4 года спустя родился уже в Туркменистане, в Кирках. Родился в Туркменистане, и мы переехали уже в город Джамбул, это Казахстан. Это уже третья республика среднеазиатская. И вот там уже, собственно, началась моя сознательная жизнь. В 4 года я начал заниматься фортепиано. Это ответ уже на ваш вопрос. Это обязательный инструмент, в общем-то, для любого музыканта, мне кажется. И тот, кто даже совмещает профессию духовика, струнника, дирижера. Этот инструмент необходим для того, чтобы, ну, собственно, не только для ознакомления с мировой музыкальной литературой, но он позволяет глубже вникнуть в профессию. Особенно военного дирижера. Особенно просто дирижера. И военного, естественно. Там я пошел в школу в Джамбуле. Там я начал уже в 5 лет, ну, громко говорить, выступать. Но, тем не менее, у меня есть фотографии, где с бабочкой я играл. Это я уже четко помню. Марш Черномора из оперы Руслана Людмилы. Вы его знаете. Четыре руки с мальчиком. Отец тяжело заболел, и мы вынуждены были переехать. Он уволился из армии и переехали в Москву уже к родителям мамы, то есть к бабушке моей. В 11 лет я поступил в Московскую военно-музыкальную школу. Семилетка. Это Суворовская. Сейчас называется Московское музыкальное училище. Вот славные представители славного училища находятся здесь. Поступил я в 1963 году в эту школу. Надо сказать, что поступать туда было очень тяжело, потому что был потрясающий конкурс. Ну, хотите, верьте, что надо, хотите, нет. 50 человек на место было. Ну, принимали 30 мальчиков ежегодно со всего Советского Союза. Я сдавал экзамен, арифметику. Я не был силен, но хотя, в общем-то, был уверен в себе во всех предметах. Сдал арифметику, выскочил первым из класса на крыльях уверенности. Получилось таким образом, что я получил двойку. Сделал я...